Алоха, сучата! И сегодня мы готовим бургер из криминального чтива. Что за гамбургер? Чизбургер. Нет, точнее, где затарились? В Макдональдсе, в Венде, в Джек-н-вэ-бокс. Где? Да, в Пик-Кахуна-бургер. В Пик-Кахуна-бургер. Для приготовления нам понадобятся булочки для бургера, соус с тиреяхи, лук, ананасы с колечками и фарш. С чего же начинается любой бургер? С коровой. Правильно. Но если взять чуть попозже... Котлеты, нахуй! Для нашей ебейшей котлетины нам понадобится немного говяжьего фарша. Почему говяжьего? Да потому что... Свиньи грязные животные, а я не ем грязных животных. К нашему фаршу нужно добавить немного, соответственно, приправ. Приправы такие у нас ебейшие, как соль, блядь, и перец, блядь. Все это ахуительно берем и замешиваем. Ну или вы можете просто купить готовых бургерных котлет. Что, в принципе, куда проще, чем сидеть и месить мясо. В итоге у вас должен получиться вот такой вот мясной шар, который впоследствии мы положим на сковородку и сделаем вот так, и получится вот такая вот любящая котлета. Да, она у меня получается толстенькая, но, блядь, так же вкуснее. Это потолще. Котлетка готова, теперь нарежем лук. Примерно столько или чуть поменьше будет достаточно. Теперь, когда все ингредиенты готовы, подготавливаем нашу сковородочку для дальнейших манипуляций. Сейчас я занимаюсь карабелизацией лука, чтобы в дальнейшем на этот лук выложить нашу котлету. Примерно как-то так. Аккуратно берем котлету и вот так, хуяк, блядь. Она была чуть пошире. Она к концу жарки все равно, как там, вырастет. Станет меньше. Прямо как писька на морозе. А пока жарится котлетка, подготовим булку. Булка, нож, хуяк, блядь, и режем. Ну, конечно, это лучше не делать на весу, но как бы, похуй меня вообще. Я как не особо правильно даже разрезал. Да поебать, смотри, все равно красиво получилось. О, обжарим заодно и и... Булочки уже прожарились. Отлично. Опа. Все, лучок сюда уже приварился, как можете видеть. Поэтому пора... Ой, блядь, на лопатке остался, сука. Можем положить сейчас сюда сыр. Как думаете, стоит? Думаю, стоит. Сыр добавляется сюда очень простым образом. Просто берется и... Как вы можете вспомнить, помимо котлеты в этом бургере еще есть ананас. Поэтому скорее вскрываем баночку. Неплохой сок, кстати. Короче, что нам нужно? Нам нужно взять вот это колечко и как следует его прожарить. А тем временем достаем котлету. Лучше использовать здесь, на самом деле, американский сыр, потому что американский сыр... Он лучше плавится, поэтому да. Здесь он мне... Хуёво прожарился, как видите. Не слишком вкусно. О, оху, всё равно вкусно. Не слишком вкусно, но всё равно вкусно, блядь. Великие цитаты великых людей. Тарантиновские диалоги, а что вы ещё ожидали от меня? Берём наш зазасик, ананасик, блядь, и хуяринь отразбегать. Так вот, блядь. Блядь. Наш ананасик прожарился до нужной кондиции. Теперь заканчиваем сборку бургера. Колечко это берём, кладём вот это вот сюда. И теперь сдабливаем всё это дело соусом теряки. Готово, нахуй. Приступаем к дегустации. Ну что ж, момент истины. Собираем эту сучку. Ооо, ваш соус потёк со всех сторон, и ссор, блядь. Тот самый биг-кахуна-бургер из криминального чтива. Теперь я понимаю выражение лица Самуэля Джексона в этой сцене. М-м-м. А что, отличный бургер? Это просто охуительно. Каждый из вас обязан вот это вот просто хотя бы раз в своей жизни попробовать. Просто посмотрите на это. Ебать-м, вот как же это сочно выглядит, блядь. Не, на самом деле без пизды это самый охуительный бургер, который я готовил. Ананас и соус теряки придают мясу такой очень пикантный, кисло-сладкий вкус. Прям то, что надо, то, что доктор Суфа прописал. Не эндокринола, конечно, но, блядь. Вы меня поняли. Всем спасибо за просмотр. Если вы хотите видеть больше кулинарных роликов на моём канале, и больше кулинарных роликов по мотивам фильмов, то вам нужно всего лишь подписаться на канал, поставить лайк и написать комментарий. Это всё. Всем удачи, всем пакетов. Вот это пруха, Джимми. Этот кофе для гурмана.